Еда и БАДы. Совместимость лекарств с едой. Наши предки как-то обходились без добавок, а вы-то тут при чем? Аллергии и побочные явления кому нельзя? Если есть побочные явления, то как быть? Что, не принимать? Или как? Не много ли всего за один день принимается? Итак, слушайте, темы важны и касаются каждого человека. И сейчас я дам вам не просто конкретику, это все ерунда, конкретика. Конечно, я приведу примеры, но дам я вам несоизмеримо большее, я дам вам алгоритмы, чтобы вы теперь сами себе создавали конкретику, чтобы вы теперь у себя спросили, себе задали любые вопросы по совместимости и сами себе смогли бы точно и верно на них ответить. А вот стандартное письмо, приведу только один пример. Можно ли принимать в один период препараты фульвовой кислоты, не путайте с фолиевой, и синтезит иммуноактив, разнося их по времени? Не будет ли при этом перебор питательных веществ, микроэлементов и витаминов, содержащихся в них, чтобы не спровоцировать аллергию, так как мой организм к ней предрасположен? Отвечу именно на этот вопрос в конце видео, но сейчас кратко вот что скажу. Что такое синтезит актив? Это активная форма железа. Речь идет не про разные минералы, всякие, и витамины. Но нужно же понимать предмет и суть, что человек принимает. Это же важно, разберитесь сначала в этом. Итак, это минерал. А что такое фульвовая кислота? Недавно об этом у меня было видео, посмотрите, кто еще не видел. Это и антиоксидант, и проводник питательных веществ в клетку, это и активатор митохондрии для синтеза АТФ, то есть это мощный природный энергетик. А по сути это кислота. Но только не соляное, серное, ясное дело. И даже не лимонное, на вкус вы это не почувствуете. Так совместимы ли они между собой с другими веществами? Вот, слушайте. Очень часто люди почему-то спрашивают, а сначала принимать грибные препараты, например, проходя антипроцитарную программу, а потом уже хлорелу, спирулину, или там Т8, дегидрокварцитин, витамины, минералы, неважно. Я и в видео своих очень часто, в последние 2-3 года так точно, постоянно это говорю. И на консультации все это подробно поясняю. Но учитывая уже все эти психологические моменты, все эти и другие возможные вопросы, опережая их, я уже в последних видео сам делаю акценты об этом. Или как, например, в уникальном инфопродукте номер 22, который я уже 2 года не мог себя заставить сделать, и все-таки недавно сделал, вот подробно, досконально это все поясняю. Но как быть со старыми лекциями? Или с невнимательностью людей? Вот для этого и пришлось сделать данное видео. И теперь я попрошу вас, уважаемые зрители, по крайней мере, мои постоянные зрители, которые ценят мои видео, я прошу вас, увидите какой-то комментарий, или так, в разговоре, в беседе с кем-то, пересылайте, и это мое видео в ответ вот таким людям, кто это не может понять, что с чем совместимо. Итак, все биодобавки, БАДы, да, то есть биологически активные добавки, они есть не что иное, как концентраты тех или иных питательных веществ. Это часть еды. Воспринимайте это едой, точнее, той ее частью, которой в наши дни вам не хватает из пищи. Так как почвы бедны. А почему это происходит? Как такая беда в дом, что называется, пришла? Это на самом деле огромная беда, люди просто этого не понимают. Это одна из главных причин болезни людей, то есть дефицитных состояний, потом иммунодефицит и так далее, уже сопротивляемости к болезням у людей практически нет. Это все подробно, откуда ноги растут. Я пояснял в моей лекции лес и почва. Жаль, что люди ее практически не смотрят, и вы вряд ли посмотрите, хотя ссылку на всякий случай я оставлю под этим видео. А лекарства это иное? Ну вот когда лекарства, скажем, какие-то вы принимаете, вы едите что-то в этот день, в эти дни? Наверное, едите. Вот так и с БАДами. Если что-то едите, то и БАДы эти принимайте, ешьте. Вот вам и первый алгоритм. Это критерий истины. В общем, будь то куркума с черным перцем, любые антиоксиданты, витамины, минералы, омега-3 жирные кислоты, любые иные концентраты, смелые обязательно принимайте, необходимые дефицитные эти вещества и элементы, вот во все те дни, в том числе в дни приема любых медицинских препаратов и официальной медицины, и традиционной медицины, в дни приема трав, таблеток, химии, чего угодно, это, то есть одно другое, не отрицает. Так, совместимость между собой вообще мало что несовместима в природе. Но есть исключения, например, витамин С и группа витаминов В. Но и то только в виде синтетических поливитаминов, которые вообще нельзя потреблять, то есть вообще это опаснее антибиотиков. Вот всю эту синтетику. А витамины надо получать из растительного природного сырья, ну говоря о концентратах витаминов, то есть в виде выжимок, например, вот как с этим маслом 4 в 1, где витамин Д3, где омега-3 жирные кислоты, где витамин К2 жизненно необходимый, чтобы кальций из кости не вымывался. Если Д3 проводит кальций в кость, чтобы он усвоился, то К2 не дает ему вымываться даже при окислении сред организма. Ну, когда тратятся щелочные металлы. Или вот этот витамин С первый, единственный в мире концентрат, полученный из растений, натурального органического витамина С. Но тут совсем другие свойства, и открываются иные возможности, положительные для организма. Не спрашивайте, где купить. Ссылки я оставлю в описании под этим видео. Так вот, все БАДы, витамины, минералы, омега-3, антиоксиданты, то есть всякие полипринолы там и так далее, совместимы с грибными препаратами, совместимы с травами и с медицинскими препаратами. Грибные препараты совместимы с медицинскими лекарствами. Грибные препараты совместимы с травами, но не все грибные препараты, к примеру, совместимы между собой. Как и не все травы между собой совместимы, но это знают специалисты, и фунготерапевты, и травники, то есть фитотерапевты. Об этом я говорю в своих лекциях, и это учтено в моих лечебных наборах. Ссылку на раздел данный я тоже оставлю. Грибные препараты и травы совместимы с лекарственными медицинскими препаратами. Грибные препараты совместимы с гомеопатией. Ну, то есть, например, тот же маркерный противоопухолевый курс грибной терапии совместим с препаратами ИР. Это такая мощная с долгой историей гомеопатия. С пробиотиками и с пребиотиками совместимы грибные препараты, травы, БАДы. Да, совместимы. Например, симбиотические пропионовые бактерии ЭВИТА, которые, ну, просто необходимы, я считаю, иметь в каждой аптечке, ну, в холодильнике дома. Даже вот ребенок, хоть грудной, грудной, подчеркиваю, отравился, дать флакончик развести в воде, ну, как рукой снимает, да? Или после химиотерапии, курсов антибиотиков, убита микрофлора кишечная. Восстановить надо? Конечно, надо, это жизненно необходимое. Ну, это старая советская разработка. Абсолютно исключены любые побочные эффекты именно от приема ЭВИТА, да? А некоторые спрашивают, а можно ЭВИТА, когда курс принимаешь, например, антипроцитарной программы или потом, или антигрибковой терапии, и только потом ЭВИТА? Нет. Принимайте в эти же дни проблемы противоречий. Тут нет по времени, только разносите эти приемы, и все. Более того, те же грибные препараты, к примеру, у онкобольных, при химиотерапии, а именно трометос и санхлан, усиливают действие химиотерапии, при этом не дают убивать химий иммунитет. Так совместимы ли? Да, совместимы. Только обязательно нужно эти все препараты разносить между собой по времени приема. Если что-то нужно принимать до еды, скажем, за 30-40 минут, или за 10-20, нет проблем, что-то из БАДов, например, холорелу, спирулину, или сок проростка пшеницы, принимайте во время еды, скажем, в середине трапезы, запивая там глоточком двумя воды, тут никакой проблемы нет. Или диатомит, или минералы, такие как цинк, селен, все в середине еды. Или любые иные минералы, или витамины. Но если они в драже, капсулах, таблетках, во время еды. Почему? Вот вам алгоритм номер два. Где должны содержаться? Другой вопрос, что не хватает их. Витамины, минералы, в пище, наверное. Ну так значит, надо их с чем принимать? С пищей. Вот вам второй алгоритм. Но можно принимать и после еды, скажем, сразу после еды. Тут тоже нет проблем. Омега-3 лучше принимать до еды. Такие антиоксиданты, как, например, Т8-экстра, или любая линейка Т8, или куркуму с черным перцем, дегидрокварцетин. Лучше или до еды, у кого нет проблемы с желудком, с язвами, там, скажем, да, ну минут за 50-60 до еды. Или после еды, скажем, через 40-50-60 минут. Фукус, это уникальная водоросль в гелеобразной форме натив, принимается утром, за час или полтора до завтрака, а второй раз вечером, после последней еды. Что касается геля сорбента, видео о нем, кто не смотрел, посмотрите. Кстати, маленькая рекламка сейчас от меня. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа, но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами, а значит, снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места, забрызгайте и нос, и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео, ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если что, у нас открылся новый сайт по крупным злакам и бобовым культурам, только по BioOrganic сертификатами. Ссылочку на этот сайт тоже оставлю. Так вот, гель-сорбент утром принимать до всех препаратов, ну, скажем, часа за два, за полтора хотя бы, до завтрака. Вот 30 мл на стакан воды развести, выпить, да? Или просто в рот эти 30 мл из маленького мерного флакончика, а потом просто запивается водой, как хотите. А второй раз вечером, уже после последнего приема пищи и всех препаратов, где-то через час-два. Ну, хотя бы за час до сна. Хоть это и сорбент, но именно так и можно, и разумно его принимать, и тогда все это совместимо. Потому что гель-сорбент не только вытягивает из организма, выводит токсичные вещества отработки метаболита, но и является пищей для наших кишечных симбиотических бактерий. И потому прием с бактериями и вита, ну, в течение дня имеется в виду, да? Например, приняли гель-сорбент, а потом через полчаса бактерии и вита. Ну, и уже через полчаса или позднее начали есть. Вот идеальный вариант. Но бактерии и вита, например, можно принимать после еды. Проблем тоже никаких нет. И даже это в какой-то мере разумно. Ну, вот как совместимы эти два препарата, гель-сорбент и бактерии и вита, напрямую совместимы? Вытянет что-то полезное гель-сорбент, некоторые боятся, из организма нет. Тем более, если вот так правильно принимать. Теперь, яблочный уксус. Да, я советую за 5-7 минут до каждого приема пищи, до каждого, по одной чайной ложечке, на треть буквально стакана теплой воды выпивать. Тогда улучшатся, во-первых, КПД усвоения пищи, переваривания ее, и, так сказать, дезинфицирующие свойства желудка. Ну, защита от инфекции улучшится. Вот этого первого естественного барьера. Так, грибные лечебные препараты принимаются стандартно за 30-20-10 минут до еды. Ну, если яблочный уксус принимаете, сдвигаете все назад на 5-7 минут. То есть, будет уже за 15, условно 25-35, ну, примерно так. Ну, можно после еды тогда, через 30-40-50-60 минут. Ну, водородная вода. Просто пить, как воду вот вы пьете, запивать, разводить, фулевые кислоты, разводить, например, в воде, да, пожалуйста, и в водородной воде, конечно, можно, нужно. Фулевые кислоты совместимы с любой пищей, с любыми БАДами, но принимать в идеале надо за 30-60 минут до еды. Можно и позднее, и даже с грибными препаратами никаких проблем нет принимать фулевую кислоту, разведенную в воде. Вы же запиваете грибные препараты водой. Ну, ничего страшного, что там будут вещества находиться, которые будут, наоборот, лекарственные и питательные вещества лучше проводить до каждой клетки организма. Правда ведь? Для этого всего лишь надо посмотреть мою лекцию про фулевую кислоту, и вы поймете, что это можно. Просто смотрите внимательно. Не надо даже читать между строк. Кстати, многие разумные люди конспектируют мои лекции. Понимаете, это вот старая советская, академическая система усвоения, систематизирование информации. Это ее конспектирование. Если это не просто болтология, как у, понятно, большинства каналов, сейчас поток информации на людей обрушивается, поэтому, кстати, многие ценную информацию даже и не смотрят, что тонут в этом потоке. Это вот, конечно, ужасно. Ужасно. Естественно, то, что вы наносите на кожу, не имеет отношения к потребляемым внутрь препаратам. Если кто-то соду принимает, то тогда, пожалуйста, раз в день только химически чистую соду, одну треть чайной ложки за полтора где-то часа примерно, до завтрака, на стакан теплой воды, без проблем. Но если что, то на нашем сайте nadgard.ru под каждым товаром написано, что и как принимать. Уже все учтено, что это совместимо. А если что-то накладывается по приему из того, что вам, скажем, надо, вы считаете, нужно принимать и то, и это, и так далее, ну, то есть до или после еды, разносите просто между собой по времени немного, хотя бы на 10 минут, один с другим, и все. С заземляющими товарами, ну, которые снимают статическое напряжение, с микросферами, приборами для воды и воздуха, все, естественно, совместимо. Это я так уж говорю, извините, как кто-то скажет для дураков, но потому что вы, может быть, не представляете тогда, какие порой люди вопросы задают, под какими видео, когда порой вообще все досконально поясняю, и все равно. Поэтому уж не знаю, как еще подойти к этому. Возможно, будут другие вопросы, вот прям под этим видео, о которых я и помыслить не мог, и мне придется вторую часть этого видео сделать. Так, с любой едой совместимы БАДы и лекарственные препараты. Пример. Ну, вот неважно компонентам антипаразитарной программы, вот этой, например, да, что вы едите. От этого ее силы не изменятся. А вот для антигрибковой программы важно, ну, лишь отчасти, не надо есть сладкое вообще. И то, это важно не из-за того, что сахар, глюкоза, фруктоза, как-то негативно повлияет на компоненты этой программы, на грибные препараты, и что-то изменится в них. А тут другое воздействие. Просто на подавление грибков, уже самим отсутствием, в рационе их главной пищи в плане получения ими энергии, глюкозы, понимаете? То есть, опосредованная. Ну, если и есть исключения про несовместимость, то их указывают всегда в инструкции, поэтому читайте инструкции, это правильно. Надо читать. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то, по крайней мере, будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в Ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. Ну, а у БАДов, имейте это в виду, тоже постоянно об этом пишут. Ну, неужели вы люди до сих пор, уже с БАДами, что называется, ну, в обществе широко распространенными, вы 30 лет находитесь, и вы до сих пор не знаете, почему пишут на упаковках под всеми БАДами, нельзя детям до 6 лет, беременным, кормящим. Пишется это потому, что БАДы не тестировались на этих группах граждан, как медицинские препараты, потому что это очень долго, дорого. Это почти никто из БАД, производящих компаний, не может себе это позволить. Но думать-то надо, та же спирулина хлорелла БАД, вроде нельзя. А вы просто подумайте, а морковку можно, беременным, кормящим? А листья салата можно? А кимзу, кейл можно? Ну, думайте. Думайте своей головой. Де-юра нельзя. Де-факто не всегда нельзя, скажем так. Тут нужны либо пояснения производителя, либо просто читать между строк, либо простая логика. Ну, что это за вещества? Но если есть сомнения, хоть какое-то, лучше тогда не надо. Это вам третий алгоритм был дан. А по поводу проверки на всевозможные аллергии, индивидуальная непереносимость, негативные реакции организма, я отвечу сейчас вам моим текстом, который у меня находится уже годы, под товаром на моем сайте надгар.ру, а именно под антипаразитарной программой. Что я там писал? Тоже люди задают эти вопросы до сих пор. Даже кто приобрел этот набор, все равно почему, потому что люди не читают то, что написано под товаром на сайте. Да, и наперед скажу. Вы вообще в курсе, что у некоторых людей есть аллергия на воду? Ну, из-за там сотен миллионов у одного, да? То есть на все могут быть аллергии. А вы почитайте тогда кто-то, если вот бочки катят на БАДы, вообще на какие-то. Ну, БАДы БАДам розни. Об этом у меня видео, кстати, было. Вот, посмотрите. Но, скажем так, на хорошие качественные БАДы бочки все равно катят, а вы почитайте медицинские препараты и посмотрите там, какие побочные эффекты обещают вам медики. Ну, это кто не дружит с головой. Я так вот поясняю, чтобы, так сказать, вот очнулись люди. Итак, что написано по этому поводу под антипаразитарным набором? Внимание! У некоторых людей возможно аллергическая реакция на отдельный элемент набора или на комбинацию. Тем более, если есть у кого-то аллергия разного рода или иная индивидуальная непереносимость. По статистике, такое может быть у одного из 100-200 человек. Поэтому, чтобы убедиться, что никаких негативных реакций не будет, начните вводить по одному препарату из набора, из программы в день, а не сразу все. Если же возникнет нежелательная реакция, то чуть ниже написано, что делать в таких ситуациях, как действовать в подобных ситуациях. Если у вас возникли расстройства пищеварения или иные проблемы, ну прекратите прием, подождите несколько дней до полной нормализации состояния, то есть вводите по одному препарату БАДу в день или даже в два дня и смотрите на реакции организма. Все хорошо? Добавляйте следующий. Начав с одной штуки три раза в день. На третий день добавить гриб трутовик листничный. На пятый день добавить к первым двум уже и гриб шитаки водорастворимый и так далее. Огневку ультра вводить после тогда еды через 40-50 минут. Так, теперь тема такая. Кто-то скажет, а не много ли всего надо принимать? Понимаете, я тоже, конечно, этому поражаюсь. Вы вникнете в суть предмета что? Вот вам четвертый алгоритм. Да, и если бы было много, я бы так и сказал, пояснил, предупредил бы. Но алгоритм очень простой. Логика такая. Вас же не удивляет, что в салат, ну скажем, люди, а может быть и вы лично, кладете до десяти, а кто-то и более ингредиентов, курец, укроп, масло и так далее. Так? Так. А ведь каждый этот ингредиент содержит в своем составе десятки и даже сотни соединений и элементов. Вот этот овощ или зелень, так что же вас тогда удивляет? Когда я, скажем, или кто-то еще говорит, вот надо это принимать и это тогда объясняет почему? Ну если речь идет не про антибиотики и цитостатики, конечно же, а речь идет про натуральные органические витамины, минералы и так далее. Ну считайте это тем, что это и есть частью вашей пищи. То есть чем они и являются? Той недостающей составляющей, частью, из-за бедности почв, а значит и этих минералов и других веществ в продуктах, которые выращены на этих почвах. Теперь возвращаюсь еще раз к слову, к теме, к началу. Вы понимаете, что в этом же огурце, томате, скажем, есть и некоторые кислоты, чего боялась женщина много всего, и минералы, и витамины. А коли так, то почему это вас смущает? Но почему-то смущает добавление других элементов покомпонентно. И еще, дорогие друзья, аллергии, запомните, в чистом виде, конечно, не реакции на химические какие-то элементы, соединения, или когда больные, печень, почки. Так вот, в чистом виде любая аллергия, вообще аллерген, это антиген. Аллергии могут быть только на белки, запомните, на белки, на высокомолекулярные белки. А в фульвовой кислоте или в синтезитактиве, то есть железо, есть белки? Нет белков. Вообще нет. Потому аллергии быть не может. Не может. Теперь, как долго принимать что-то? Дорогие друзья, если это часть пищи, можно это принимать всегда? Ну да, конечно, можно. Тем более на то, на что дефициты у вас есть. Но, по крайней мере, надо принимать до устранения дефицитных состояний. Анализы правильно сдавать. Таким образом, например, вы хотите на D3 витамин сдать анализы. За две недели, до того, как у вас возьмут кровь на анализ, не принимайте витамин D3. Иначе, если вы вчера приняли и позавчера и так далее, сегодня пошли сдавать, у вас будет завышенный от реалий анализ. Очень ценная подсказка, правда? И вы будете полагать, что у вас все в порядке, а у вас не все в порядке. Конечно, это ценная подсказка. Так вот, некоторые препараты надо принимать постоянно для поддержания в наши дни нужных пропорций концентрации этих важных элементов. Тот же D3. Сынк практически постоянно, особенно в эпидемии какие-то для укрепления иммунитета. И селен, как мощнейший антиоксидант среди минералов. Ну, по крайней мере, так. Два месяца принимаете, два-три, один месяц перерыв. Не знаете, как правильно принимать? Всегда делайте так. Два месяца принимаете, один перерыв. Вот вам еще один алгоритм. Да, ну и моя любимая тема в завершении. Для людей ответ, кому логика не присуща. Любит такое еще, знаете, говорить, как бы от злости, ну, кто от дури своей. Ну, в общем, от протеста в любом случае. Все это ерунда. Наши предки как-то обходились без всего этого, без всяких там бадов и б жили хорошо. Хочу таким сказать. Отвечу им. Ну, а вы-то тут при чем, а? Жили бы вы тогда, когда ваши предки родились 100-200 лет назад. И вы бы тогда обошлись. Почвы были богаты питательными веществами. Продукты богаты питательными веществами. Ели с земли, трудились. Много факторов было тогда, которых нету сейчас. То есть сейчас добавились вредные факторы, которых не было тогда. А полезных факторов меньше сейчас. Вообще-то, такие вещи должен соображать, ну, скажем, ребенок в первом классе при правильном обучении. Неужто непонятно, почему это должно быть очевидно? Еще раз. Когда росли ваши предки, те самые, на которых вы любите все ссылаться, состав почвы, гумуса, минерала в них был иным. Теперь это небо и земля. Я уже не говорю про химию в почве с нарушенным микробиомом, да? Хватит уж на предков-то пенять все. И успокаиваться с той мыслью, что они жили, значит, вы можете расслабиться и жить. Нет, не сможете, не получится. Хватит смотреть на то, что было когда-то и мечтать. Забудьте. Я вот вас стряхиваю и прикоснитесь к реалиям. И я на примере другого видео вот эти неадекватные сравнения пояснял. А видео называется «Дед, мол, пил, курил, ел все подряд и прожил 95 лет, а вы не проживете». Посмотрите это видео обязательно. И перешлите всем тем, кто вот такую чушь несет до сих пор. Подобную. Неважно, в какой области. Да, еще, кстати, напишите. Вы видели те мои видео, а я не в одном говорил про это, почему ложью является то, что некоторые тоже для оправдания своего питания по вкусам, нездорового, неадекватного, любят говорить, что... А раньше-то вообще люди, вон, в средневековье, 30-40 лет жили. Или даже в 19 веке. А вот, скажите, вы знаете, слышали из моих лекций, почему это и правда, и ложь, но больше ложь нам ее преподносят такой стороной, статистику вытряхивают, что у людей складывается доверчивых, и тех, кто желает такое слышать, ну, мол, сейчас-то хотя бы 50-60, мол, это уже прогресс, потому что, мол, тогда-то вообще 30-40 лет. Но это очень хитрое и подлое перевертывание статистики. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы видели это в моих лекциях? Напишите. Или прям сделать отдельное короткое видео еще раз? Ну, в первый раз такое маленькое отдельное, касаемое одной вот этой темы, почему ложью является то, что раньше люди жили 30-40 лет. Ну, ладно, на этом пока закончим. Я советую еще вам посмотреть следующее видео. Такое ироничное название видео имеет «Мясо надо есть». Ну, мои старые зрители поймут, почему ироничное. Лекция «А что же тогда есть?» Ну, и вот некоторые другие видео я просто оставлю, которые считаю нужным, чтобы вы посмотрели вот к данной теме. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.